добрый день друзья вы находитесь на канале незабудка стал меня зовут лариса я хочу сегодня поднять такую тему которая актуальна для очень многих людей откуда берутся новые друзья потому что моей жизни думаю многих тоже люди сначала прибывают жизни как ты себя окружаешь друзьями потом все стабилизируется потом начинает плавно сокращаться где-то лет 20 назад я тоже пережила такой пик когда количество новых друзей у меня уменьшилась до нуля и что что с этим делать я тогда не задумывалась но со временем поняла что нужно просто иметь новый опыт и все время что-то делать новое чтобы эти новые друзья появлялись моя дочка со своими подругами друзьями решили организовать квартирник это такой очень интересный формат когда можно попробовать еду от шеф-повара и плюс еще мы это добавили эксклюзивные французские вина туда оказалось что ли он моей дочке подружка ксения она очень хорошо знает эту тему и в общем от меня требовалось только предоставить территорию свою печку свои столы диван остыли в общем я не отказалась и в общем-то мероприятие ожидается очень фееричное очень интересное в принципе мы все покажем но все что можно все что прилично вам все покажем вот ну и потом если вас будут вопросы пишите я может быть там еще что-нибудь запишу какой-нибудь ролик как все прошло это внутреннюю кухню всей этой истории тоже может расскажу поделюсь с вами вот так что наслаждайтесь просмотром добрый день друзья меня зовут ксения по своей профессии я являюсь семье меня часто спрашивают мои друзья правильно обе не звонят просят какие-то рекомендации что появилось на рынке нового что попробовать что интересного но почему-то очень редко заходят ко мне в гости в магазин и вот тут такая прекрасная возможность подвернулась моя лучшая подруга предложила мне провести мероприятие которое мы решили назвать квартирник площадку нам организовала ее прекрасная мама лариса собственно говоря сейчас я и нахожусь здесь в этой квартире сегодня мы будем пробовать вина франции белые вот уже я открыла бутылочку вина кстати отличная ароматика прекрасный сувенион блан так что надеюсь что все пройдет хорошо людям все понравится поделимся опытом я расскажу очень много интересного подписывайтесь на наш канал и смотрите на сувенион 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 а Яла, а вы шеф-повар? Да. Очень вкусно. Будет герой митуба, коровинная во рту. Или это можно и для рыбы, потому что тут ваза пса, да? Правильно, Лёв? Да. Это для крылья. А, это для ус. Ну вот, для меня усы. Вот. Ага. Видишь? Вот. И есть вот для салатика. Смотри. Угу. Ложечки. Так вот. На фуршер. А, на фуршер. А ручки у нас есть? Ручки много. Чего-чего? Где их взять? Ручки. Здравствуйте. 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 Парсика. Наташа. Материн, ты подготовится? Ну что, друзья, начнем вечер сегодня. Еще раз представлюсь, меня зовут Ксения. Сегодня на нашем чудесном квартире я буду ваших сыновей. Поэтому задавайте мне вопросы. Сегодня у нас тема Франция. Белая, игристая и десертная. Ну, так как только начало вечера, начнем с апперитива. Сегодня у нас апперитив Креман де Лимо. Объясню, что такое Креман. Креман – это игристое вино, которое производится во Франции. Но почему не шампанское? Потому что по законодательству Франции только вина, которые производятся в провинции Шампань, могут называться шампанским. Все остальное – это либо игристое, либо как у нас Креман в данном случае, либо это Росеку и так далее, это уже Италия. Не дают этому цвету. Да, настояться. Да, настояться. А какие еще? Пенонуар, Шартаны и кто? Шененблан. Шампанское, я подумала, как Лапитов, дом Пиренеев. Знаете, наверное, такой дом. Я предлагаю вам сейчас немножко обратить внимание на Ликруда, потому что он будет готовить превосходный паштет из куриной грудки с свекольными чипсами и тыквой именно как данное вино. Уксус, сахар, тимьян и свежее масло. А вот это как делать? Сейчас расскажу. А это тыквенный соус. Я предпочитаю всегда купить стушку, потому что кости у меня идут в углё. Остатки филе вот такие. Либо я мариную, солю, либо муссирую. Что-то из отходных бизнеса. Я уже была. Да, моя. Околка карты. Я вспомнила, что у меня есть. Скажу вам, не так есть. Конкуренты мне сделали карту, а я еще не забрала уже. А это уже забралась. А это уже, да. Ну, если же мне сделать, 16 процентов. Щекотит. А ты там щекотит. А что же такое? А вина нужна столько, чтобы оно закрывало. Нет, это закрывало. Нет? Немножечко, вообще нет. Вообще, можно даже даже... Я национальный правом номерной. 200 кран, 20 максимум. Смотрите, сколько у меня жидкости. У тебя есть курица. У тебя есть курица. У тебя есть яблони. Все, мы готовы. У всех продуктов, у которых есть жидкость, нет необходимости доливать вообще ничего. А вы хотите сказать, что курица приготовилась? Да, тоненько очень нарезанно. За 20 минут паштет готов. Пожалуйста. Просто, допустим, если, допустим, мы даже картошку варим без варени, а в курице очень много жидкости, поэтому оно уже все выливается. И что, суфле и чего-то там, со свеклой там, 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 там. Я люблю рыбу и свеклу. Вариантов не было, чтобы они понравились. Это вот с одной грудкой, столько паштита? Нет. С одной грудки, вот, столько у нас получилось. Это просто я заранее... Это было... Я болела. А я думаю, чем нас будут кормить? Одна грудка. А я сразу... Так, Алена. Самый голодый человек на свете. Да, чтобы больше чипа... Все, надо скинуть. Ателья, такой, это, бутерброд. Чудесная компиляция вкусов. Нам перейти в вас. Приятное. Спасибо. Французский блюд из Лондона. И пашти. Ушло. Ушло. А где там Роскаде? Сейчас, мне кажется, пойдет в Кадье. Я бы зашла. Потому что Роскаде такой сок, который должен быть всегда в ассамбляже. Но здесь у нас 100%. Вот мы сейчас попробуем, что-то еще у себя представлять. Думаю, будет круто. Он также тоже подходит к морепродукту. Очень хорошо сочетается с... белым мясом. Именно птичьим, да? Свинина подходит к нему. Он сочетается также с рыбой, но не с жирью. Вот когда ты только пьешь, чувствуется как будто оно слегка газировано. Да. Вот это означает минеральность вино. Это кворская вода. Очень приятно. Кстати, это вино подойдет и к устрицам. Просто это 100-бальная посудия. Представляете, какой гонорар это человеку потом получит? Соответственно, это бренд. Вот как есть одежда, получи, так и есть вино с осекрами. Очень много сил в этой еле в своей еле, потому что считается немного цветовым. Это вот свежий салон. В ароматике нужно присутствовать белькосы, банан. Тимьян, это, наверное, для Франции типичная. У нас сегодня французская кухня. Правильно? Тимьян. Типичная травка для франции? Конечно. Тимьян, розмарин, шалфей. Они очень. И вот такие специи добавлять. Конечно. Самый, даже здесь, если рататуй, тоже французская, там очень-очень много раздаются специи таких. И как не смеялся с этим ножом, думаю, очень тяжелый был. И рукоять было неудобно. Но со временем, когда привлекаешь, это очень удобный нож. Просто универсальный. На все. И постельные затеи. Получила, что-то, конечно. Очень красиво. Смотрите, как красиво. Я так тоже полюбила вот эти все процессы. Молодец. Летует, а сейчас? Я назначила. А, конечно, стало стратегически ваше место. Не успокаивайте. И уже главная вина на готовлю. У меня уже все на готовлю. У меня уже все на готовлю. У меня успокаивайте. У меня здесь стоят. Я знаю, где стоять. У нас тут стояло. Да. Дайте я салфеточку. Это очень-очень-очень красиво и вкусно выглядит. Конечно, тем, кто посмотрит вставину, то нам весен гораздо больше. Они не попробуют. У меня уже девочка напишет, которая будет готовить. Они у меня в следующий раз салфеточки. С вином не забудьте. А у меня нет пока. А вы там вот объедки, да? Там мы помыли. Помыли все. Это все самое. Да, чистые. Угу. Так, а где-то девочки, да? Вот. А вот это можно просто скинуть? Ну, я слушаю ваши комментарии. Зачем? Фантастично. Зачем что-то говорить? Просто едина. Да. Они просто разносят. Разносят. Вот смотрите, ребята. Есть вот такие вот курики. Видите? Это салфа. Конечно, что. Это нельзя пропускать. Туда положи. О-о-о. Будешь? Это не вариант. Ну, просто еще. Не скажешь мне, что это. Ребята, вот этот напор тоже, может быть, еще продается. Я не знаю. Он просто не в Украине остается в другой стране. Но возможно, что он еще продается. Ну, он специально продается. Ага. Ну, по-кушу. Я думаю. Для гастрол уже. Ну, не знаю, для чего. Я же все покупаю. Там не пригодится. Ну, и для крысиного сделки и подачи. Да. Для серверовки стола, чтобы вот блюдо именно украсить. Для фуршетов. Вот это для соус. Да. Если появилась мотивация, что-то больше. Ну, что на моей кухне, это просто так, стоп. Знаете, сначала мы заработали в магазине. На посуде. А потом открыли большую кухню. Мы всегда и начинали. У нас такие были маленькие кухни, что у нас саду еще на Пушкинской. Ну, как-то. Поэтому здесь есть вот эта вот... Нет, знаешь, что... Здесь посуда в центре есть. Посуда платила этот ремонт. Стоит. Очень хорошая магазин. Приходите. Производитель этого вина Филипп де Ротшет. Я думаю, что эта фамилия вам всем известна. Давайте я сначала попробую, что потом мы поговорим за историю уже непосредственно. Под бутылочку. Под бутылочку. Да. Вина... Почему вообще десертную вина делают в таких объемах? Потому что его много не выпьем. Это можно даже считать как гежестит. То есть, как бы, история у них очень большая. И эта Филиппина, она создала на базе этого дома, именно на Компаде, музей, связанный с винодельем. То есть, можно поехать сюда, делая экскурсии. Есть даже та компания, как Симон Тревел, делает экскурсии именно в виноделье. Можно поехать туда, в этот дом, и посмотреть. Там, в этом, музей, вся история их в Симон. Все, что связано с виноделем. Сюда же слово про Ротшет захотите. Это же Ротшет, я читала вообще. Ротшет, это красная крыша. Во-первых, по-немецки Ротшет, красная крыша. Потому что у них дом изначально, кто-то уже, ну, промените. В юг Бургудии. Вот, например, Франция, да, вот, да, Франция. В Бургудии находится по центру Франции. Это как юг Бургудии. Ну, его, как бы, неформально отделяют, как отдельный регион Божеле. Да. Сорт винограда Гаме. Есть Божеле Нуго. Это молодое вино, которое только взяли, собрали, выжали, постояло две недели. И их сразу бутылировали, отправили. Сезон Божеле начинается первый четверг ноября. И его желательно выпить до декабря. Потому что вот это вино, которое в бутылках, оно будет начинать превращаться. Делаем шарик морозный и замораживаем. Пока замораживаются, подготавливаем. И, что нам понадобится, кукурузные хлопья, мука и яйцо. Яйца сливаем, но добавляем в курицу. В курицу, в курицу, в курицу, в курицу, в курицу, в курицу. В курицу, в курицу, в курицу. В курицу? Да. Ой, да, ченчица. Машка лет этому чица. Мне правда пьяная. А ты знаешь? Да, знаешь, это гопедия. Вот еще если готовить иногрия, посмотрите, что там не надо наливать масло. Потому что если в гриле налить масло на сковородке, она вот как гриль не вылезает. Вот как обычная сковородка. Поэтому если вы хотите, чтобы было как гриль, нужно либо сам продукт вот так маслом обмазать, либо сковородку просто слегка помазать, чтобы она просто чуть-чуть была такая жирненькая, но не налить, чтобы там не булькало. Когда булька, это уже все. Уже вот эта гриля, там не полосочек вот этих вот, запеченого и вот этого сара. Конечно, рожжи не надо, в общем-то вот это жать. Это у нас тысяча запрятая артибороженая. Я еще только не взяла такого. Ну вот, три. Три помладше, на десять раз. Я думаю, что это из сирии Ап и тигрунок Мэйкл. Все уже, да. До встречи. Классно. Ну, это жарится, по сути, в крупных кухнях. А мы с мороженым, наверное, с мороженым. Кукань. Кукань. Мороженым, кукань. Кукань. Жарим на мороженое? Мороженое еще можно запечь, не только жарить. Запечку кофе. Да. Такой винов всегда была на столе. Такой вкусными угощениями. Акка, врач, не догадалась. Ей, что последующая такая встреча была у нее в квартире. Так, я не поняла. Я не поняла. Это толстый набёк. Готовьте квартиру. Сейчас уже можно продавать что-нибудь по миллиону. А теперь? Мы все готовы что-нибудь покупать уже по миллиону. Такой молодой, такой прекрасный вечер. Это как Новый год, да? И Рождество. Крещение. Мы отмечаем Крещение. Вот поставьте во дворе ведро свободное. И оно сразу станет цветом. Утром можно будет. А разве не вчера мы будем это сделать? Вчера и сегодня целый день? Несколько дней подряд можно. Давайте поставим. Все вместе берём ведро. И пойдём ставить. Я люблю! Ну, мне нельзя. Мне нельзя. Я люблю. А Максиму нельзя. Алё. Когда нельзя, она очень хочется. Да, я всё же так и принцесса взяла. Это были просто преступления. Это правильно? Преступления. Преступления. Сегодняшний вечер посвящён чудесному региону Франции. Замечательной земле. Благодарим её за виноград, который она вырастила. И за замечательные дома французских вин. Особенно благодарим Ксению за то, что она познакомила сегодня нас с миром. С новым для нас миром изысканных видов. Благодарим нашего шефа Лёву, как я уже сказала, здоровья его рукам, за то, что он нам продемонстрировал отличные блюда, которые великолепны по вкусу. Да, я хотел сказать, что сегодня был удивительный вечер сочетания изысканных блюд с изысканным блюном. Он, наверное, действительно подошёл под наш снежный, прекрасный крещенский ростовский вечер. Всё было очень вкусно, по-домашнему. Ну, наверное, очень изысканно. Мы никому об этом не расскажем, а пригласим выдающихся. Класс. Прежде всего, хочу поблагодарить Ларису и Алёну. Этих двух замечательных девушек, которые вдохновили нас на то, чтобы в пургу, зимнюю стужу всё-таки сюда добраться, выразить своё уважение, восхищение тем, что люди могут, люди хотят, люди умеют и люди могут нас научить тому, как двигаться дальше. Лариса, спасибо вам большое. Спасибо вам большое. А мы хотели же попробовать. Еще какие. Давай, давай, давай. Спасибо вам большое,, что я тут. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры подогнал «Симон»